Друзья, привет! Сейчас я нахожусь на очередном нашем объекте, на котором мы будем делать утепление мансардной крыши. Сейчас я на первом этаже. Здесь вот у нас уже есть какие-то материалы. Вот это утеплитель, в котором мы будем утеплять крышу Урса Тера. В двух вариантах. Первый вариант это плитный, который пойдет для контур-утепления в таких вот упаковках. Герметичная упаковка со всех сторон. В одной упаковке 18,3 квадратных метра. И есть вот такой вот утеплитель в рулоне. Это специальный утеплитель для скатных крыш. Называется плита в рулоне, тоже Урса Тера. Здесь вот, если посмотреть, у него есть табличка, в которой написано толщина утеплителя 200 мм, ширина. Вот здесь вот ширина 1200 мм и длина рулона у нас 3000 мм, то есть 3 метра. Для контур-утепления будем использовать сухой строганый брусок 50 на 50. Брешетка, которая у нас будет поддерживающей на пароизоляционную пленку, будет вот такая вот сухая строганая доска 100 на 20. Это уплотнитель у нас дельтовский для того, чтобы перекрывать все скобочки, для того, чтобы саморезы у нас закручивались. Здесь у нас вот такие вот саморезы конструкционные, итальянские. Подбитый Т25 торкс. Ну, сейчас пойдем на крышу, я вам уже покажу некоторые нюансы. Сейчас я поднялся на второй этаж. Вот так вот выглядит наша мансардная крыша, она у нас двускатная. Почему мы используем плита в рулоне? Потому что у нас отсюда до сюда расстояние метр. И задача такая, целиком куском, так, чтобы у нас никуда не выпадал. Сделать так, чтобы это место было качественное утеплено. Если посмотреть, здесь вот мы проклеиваем все стыки специальной ленты Дельта, мультибанд. Все отверстия, которые у нас есть в пленке, мы тоже обязательно проклеиваем. Здесь вот стык пленки. По отверстиям там вот видно, что есть проклеенные места уже. Делаем такую максимально герметичную конструкцию. Из интересного то, что у нас здесь есть. Все стыки вот эти вот, которые у нас по стропилам, мы их, ну, скажем так, конопатим. Щели большие. Нужно сделать так, чтобы здесь был утеплитель. Это место у нас интересное. Здесь, значит, у нас идет фасадный утеплитель. От него идет гидроизоляционная пленка. Мы ее приподнимаем сюда наверх, проклеиваем лентой, чтобы у нас это место было герметично, чтобы отсюда воздух холодный не шел. Вот это место у нас утеплитель. Соответственно, здесь вот вниз мы тоже будем прокладывать утеплитель. Здесь внизу мы будем тоже конопатить. Вот эта часть уже отштукатуренная. И к этому утеплителю мы будем прикладывать наш утеплитель уже в скатную кровлю. Будет у нас такой герметичный замкнутый контур. Вот очень крутое решение на самом деле. Если кто-то утепляет фасад и утепляет крышу, самое такое энергоэффективное решение, это когда контур кровельного утеплителя соединяется с контуром стенового утеплителя. К этой отштукатурной части мы будем приклеивать пароизоляционную пленку специальному клею. Есть небольшие сложности вот это вот место, но его, я думаю, мы как-то дополнительно будем обходить, чтобы у нас обязательно, качественно была приклеена пароизоляционная пленка. Так, дальше. Утеплять будем полностью до конца стропил. Вот этот ригель мы будем проклеивать специально. Но он у нас будет пароизоляционная пленка идти до второго ригеля. Вот эту часть мы полностью будем утеплять. В коньке, видите, тоже все проклеено у нас. Вот этот ригель будем обходить специальной лентой, для того, чтобы место было герметичное. А дальше пароизоляционная пленка пойдет по второму ригелю по низу. Вот у нас, у меня уже был обзор на этот, на этот дом. Мы с Урсой проводили шеф-монтаж. Ссылку на ролик я оставлю в описании. Сейчас у нас монтажники проклеивают вот эту вот диффузионную мембрану к другой диффузионной мембране. Вот он, этот утеплитель, который стоял. Давай сейчас Уралову обратно поставим, покажем, как это будет смотреться. Вставили утеплитель обратно в каркас, где он стоял. Видите, он стоит без всяких ниток, без СО. Стоит он очень круто, потому что у нас ширина, во-первых, плиты 20 см сразу. То есть она хорошо держится. Плюс он очень упругий. Он делается по технологии Шпанфилд, в переводе с немецкого. Это упругие. Вот, и смотрите, вот если даже сбоку посмотреть, вот так он стоит. Соответственно, мы будем его обрезать вот так вот. И потом на 5 см примерно утеплитель будет пошире, для того, чтобы здесь у нас не было каких-то таких сложных мест. Максимально просто стык вот здесь. Потом этот стык будет перекрываться контур-утеплением. Вот такая вот, можно сказать, уже европейская технология, потому что в Германии, я вот смотрю немецкие ролики, там вот люди именно по такому принципу утепляют. А так здесь тоже все проклеивается у нас специальными лентами. Пленка на ставик, диффузионная мембрана. То есть это паропроницаемая пленка. К ней непосредственно можно вплотную делать утеплитель. Вот снизу там тоже самое, ребята. Проклеивают лентами. Вот будут соединять утеплитель стены с утеплителем кровля. Все конопатить. Вот потом параллельционная пленка пойдет, но в дальнейшем я уже вам буду показывать. А так вот сегодня такой небольшой обзорчик. Все, всем пока.